Может это лысый кот? Думали люди, но на самом деле они спасли опоссума, который попал в передрягу. Совершенно случайно прохожий заметил крохотного розового зверька, растерянно смотревшего по сторонам на стоянке подержанных автомобилей. Человек понимал, что скоро зима и животное, кем бы оно ни было, просто не выживет. Он забрал малыша и отвез его в реабилитационный центр дикой природы Саут Плейнс. Гейл Барнс, исполнительный директор компании, увидев зверька впервые, подумал, что это лысый кот. Но уже через минуту, рассмотрев беднягу поближе, стало понятно, что это облысевший опоссум. На его лапках и теле почти не было шерсти. Гейл подумал, что опоссум очень холодный, а это свидетельствовало о переохлаждении. Нужно было срочно согреть кроху, поэтому его поместили в инкубатор, дополнительно взяв теплые носочки для животного. Затем Гейл вместе с волонтерами начали помогать набирать опоссуму вес. Малыш был еще совсем маленьким и неизвестно, сколько времени ему пришлось провести без мамы. Крохе давали разнообразную пищу и тот с удовольствием съедал все предложенное угощение. Когда животное осматривали ветеринары, стало понятно, из-за чего оно так страшно выглядит. Дело в том, что малыш был болен аллопецией, аутоиммунное заболевание, вызывающее облысение. А без теплой шерсти опоссума никак нельзя было возвращать обратно в дикую природу. Крохе связали несколько теплых светерков и мешочков, чтобы он не замерз зимой. За те несколько недель, что малыш находится в центре дикой природы, он уже набрал вес и вскоре будет готов познакомиться с другим опоссумом, живущим в организации. Для зверьков соорудили специальный вольер, где куча места для прогулок и сна. Ну а сейчас наш маленький пушистый герой набирается сил. Спасибо всем, кто помог ему выжить. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, там вы найдете еще много интересного.